Студентам рассказали о героях специальной военной операции. В Нижневарзовском государственном университете открыли мобильную выставку, посвященную новейшей истории. Ее создатель – общественный центр гражданско-патриотического воспитания университета. Поддержку оказало Федеральное агентство Росмолодежь. Цель выставки – сохранить память о героях специальной военной операции, выразить дань уважения участникам событий, как военнослужащим, так и добровольцам, которые помогают жителям новых территорий и солдатам на линии боевого соприкосновения. После торжественного открытия музейной экспозиции ее будут демонстрировать в учебных заведениях Нижневартовска. Им нужно, чтобы каждый из нас здесь, в Толу, немножко осознал, что происходит там. За что наши пацаны сейчас получают травмы, ранения, за что гибнут наши пацаны. И мы здесь, в Толу, просто обязаны помогать. Спасибо за память. Спасибо, что помните. Спасибо, что знаете. Да, наши близкие, они живы. Живы в наших сердцах. И живы благодаря вот таким мероприятиям. Более 500 югорчан получили медицинскую помощь в рамках акции женского движения. Так, в округе реализуется акция «Красное платье сердца женщины». В этом году в центре внимания члены семей участников спецоперации. Они могут пройти медобследование и получить помощь социальных работников и юристов. Накануне к проекту присоединились жители Хантамансийска. Работники окруженной клинической больницы провели первичную диагностику для 62-х человек. Все они сдали анализы, прошли УЗИ и электрокардиограмму. Получили консультации кардиолога, психолога и других специалистов. Для уточнения диагноза медики незамедлительно провели два УЗИ сердца. Еще у трех пациентов запланировано обследование для исключения ишемической болезни сердца. Впервые за долгое существование мы присоединились к этому движению. Но мы смогли расширить рамки акции и предложить обследование не только скрининговые и осмотры кардиолога и ультразвуковые исследования сердца. Но мы смогли и предложить онкоскрининги для женщин, и мы смогли предложить осмотры онкологов-мамологов и выполнение маммографии тем, кому она показана. Мой супруг ушел по контракту в зону СВО. Также я являюсь волонтером сообщества «Сбор ХМ», «Сбор военнослужащим Ханты-Мансийска». Мы помогаем нашим ребятам там. Я хотела поблагодарить женское движение за такую акцию. Потому что, честно сказать, на себя сейчас времени совсем нет. Мы заботимся о всех, но не о себе. Если в больнице, то только если экстренно. А так, чтобы провериться, времени нет. Впервые в Нефтьюганске состоялось экстрим-шоу каскадеров. На территории аэропорта жители города смогли увидеть трюки на грани человеческих возможностей. Бои легковых авто с бигфутом, сбивание машин и единственный в России проезд на задних колесах грузового автомобиля. Нефтьюганцы стали свидетелями пертехнических спецэффектов. Число которых вошло поджигание человека из огневого пулемета. А самые смелые и быстрые зрители смогли прокатиться в машине, ставшей на два колеса. Места были заняты даже в багажнике. Стоит отметить, что самому младшему каскадеру Ярославу Переперятникову всего 9 лет. Также специально для юных зрителей в шоу участвовали любимые герои из мультфильма «Тачки». А гвоздями программы стали российские трансформеры «Оптимус», «Геннадьевич Прайм» и «Вазбалби». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова